Эта мутная жижа внизу – речка Кузеева. Так бессовестно ее загрязняют золотодобытчики. Содержимое отстойников они сливают прямо в воду. Масштаб бедствия хорошо виден с воздуха. В авиарейде территорию облетает внушительная по составу инспекция – краевой министр экологии и природоохранная прокуратура. В ходе облета было зафиксировано, что с вашего участка осуществляется сброс в водный объект, в результате чего загрязняется в водный объект и Кузеева. Инспекторам нужно найти источник загрязнения и взять пробы из реки сразу в трех местах. Бледно-коричневой жидкостью заполняют несколько емкостей. После того, как специалисты проведут экспертизу, станет понятно, какой нанесен вред природе. Был установлен источник – это открытые отстойники и сброс загрязненных стоков из отстойников в водный объект. Мы проводим проверку, отбираем пробы воды и пробы зобиэнтеза, чтобы определить факт негативного воздействия на водный объект и водные биоресурсы среду их обитания. К золотодобывающим компаниям особенно пристальное внимание. Грубые нарушения природоохранного законодательства просто губят реки и их обитателей. В сентябре на прямой линии с жителями губернатор Александр Ус подчеркнул – такое варварское отношение артели будут пресекать. Подход к их работе уже меняют. Не ограничиваемся только тем, что это будут штрафные санкции в рамках административного кодекса. Следующий шаг на ужесточение – это расчет ущерба и предъявление компании в случае неоднократной поимки на том, что не соблюдается природоохранное законодательство. Следующий шаг – это приостановка деятельности. Только за этот год инспекторы Минэкологии края проверили полторы сотни водных объектов. 28 золотодобывающих компаний поймали на серьезных нарушениях. Самый жесткий для них вариант наказания – отзыв лицензии. А это значит, что предприятие не сможет работать на территории края. Анастасия Тили, Андрей Крупнов, ЕНИСИ Новости.